Конкуренты есть, это естественно, их много. Мы выходим на транспортный рынок, где есть авиация, где есть же дорожный транспорт, где есть автомобильный транспорт, есть конверты, трубопроводные, можно продолжать, там морской, речной, это монорельсовые дороги, трамваи, троллейбусы, метро, это наши конкуренты. Естественно, когда ты выходишь, конкурентам это не нравится. Ну, я думаю, главное, им не нужно сильно надоедать. Видно, дизель все-таки сильно достал конкурента, они взяли и утопили, чтоб не мешало. Поэтому мне надо ходить там, предлагать. Мне иногда говорят, а чего ты в Семец не пошел? А почему ты туда не обратился? Ну, понимаете, то же самое, что, допустим, забрел я железную дорогу, он мне говорят, слушай, вот там конюшня есть, гужевой транспорт, это же транспорт, иди туда, они, наверное, тебя поймут, поддержат. Ну, да, можно прийти в конюшню. Может быть, даже там министр гужевых наук, там, или транспорта, или там, доктор гужевых наук. Первое, что он спросит, а где овес, а где сено, а где хомут, а где телега, какие-то железя, какие-то колеса, какие-то рельсы. Знаете, что будет? Либо разберутся с тем, кто предлагает, либо, может быть, возьмут, купят, а потом положат под сукну. И это направление будет развиваться. Поэтому, да, мы создаем конкуренцию, но мы работаем независимо, самостоятельно и никому не мешаем, на самом деле. Поэтому мобильная связь, кому она помешала? Или надо было разработчикам прийти в МГТС и сказать, слушайте, давайте вместе сделаем мобильную связь? Вот и сделали бы они. Но это не мешает сейчас и тем, и тем существовать. Поэтому конкуренция есть, но при разумной политике это нормально. Мы живем в мире, где конкуренция позволяет двигаться вперед и создавать вектор развития цивилизации.